А потом в конце трансляции я покажу все. Добрый день, читатели сайта КП в Украине. Сегодня мы рады приветствовать победительницу вокального талант-шоу «Голос дети» на канале 1+.1 Данелли Тулешеву. Привет, Данелли. Поздравляю тебя с победой, кстати, на проекте. Спасибо большое. Расскажи о своих, кстати, впечатлениях. Вообще, была готова к победе? Вообще, я даже молилась, чтобы хотя бы на слепых прослушиваниях проекте. Потому что, ну, победа, я на победу вообще как бы не... Для меня не главная победа, для меня главное запомниться зрителям, чтобы о моем выступлении потом говорили еще много столетий, много веков. То есть не была готова, ведь еще на слепых прослушиваниях говорили, что ты станешь мировой звездой. То есть тебе это было приятно или нет? Когда я всегда после выступления стою, я уже качаюсь так вот, как будто бы сейчас просто упаду. И мне очень приятно, что такие профессионалы мне говорят хорошие слова. Кстати, а ты знала, кто такая Наталья Могилевская, кто такие «Время и стекло» «Монатика», когда ты была на слепых прослушивать? Кто это? Конечно, я знала. «Время и стекло» я давно знаю, «Монатика» давно знаю. Могилевскому мне очень нравятся ее две песни. Вообще. Ну, я всех знаю, конечно. То есть во время оглашения результата ты не могла сдержать слезы? Именно так ты проявляешь свое счастье? Вообще, я всегда плакала на каждых этапах, когда меня выбирали. И я вообще, когда победила, я такая, я вообще не поняла, честно. Потому что я не думала, что я одержу победу, выиграю. И то, что мне вот Даня такой тяжелый, красивый кубок, и я могу попривести и, можно так сказать, погордиться тем, что у меня есть. Кого считала самым главным конкурентом? Или все-таки конкуренции никакой не было на проекте? А, конкуренция была, потому что было много очень сильных детей, но все дети были для меня как друзья, и очень сложно было считать их за конкурентом. Ну, с кем больше всего сдружилась на проекте? Моя самая лучшая подружка, это, конечно же, Нина. Я просто ее обожаю, и мы в скором времени пойдем с ней гулять. Я очень жду этого момента. Кстати, а как тебя поздравляли другие участники? У меня, мы все дружно обнялись, и мне было очень приятно, что дети, с которыми у нас одинаковые интересы, меня поддержали и поздравили. Кстати, во время финала, до финала тебе что-то снилось? Возможно, тебе приснилось, что ты держишь в руках эту статуэтку победительницы? Я не помню, что мне снилось. Я вспоминаю только ужасы, которые мне снятся. А все хорошее я именно проживаю во сне, наверное. Кстати, вообще, какие слова тебе сказал вчера твоя звездная тренерка перед выходом на сцену? Какие-то были наставления, которые ты запомнила? Нам с Ниной Дима пожелал того, что не надо зацикливаться на том, что пройдешь ты или нет, победишь ты или нет. Самое главное – это сделать шоу, чтобы все наставники, все зрители запомнили тебя как крутого артиста. А какие именно советы Дима давал на протяжении съемок, возможно, которые тебе больше всего запомнились, и ты ими воспользовалась? Был такой совет? Наверное, самый важный для артиста совет от Димы – это все-таки быть искренним со зрителями, потому что если ты будешь смотреть на них свысока, то тогда тебя никто ценить и не будет. Давай вернемся к самому началу. Почему ты выбрала именно Диму? Не «Время и Стеколь», не Наталью Могилевскую? Ведь перерулись абсолютно все. Чем именно Дима так тебя зацепил? Дима – это именно тот артист, на которого я хочу равняться. И это один из моих самых любимых артистов. Это тот человек, на которого я и буду равняться. Он сам пишет песни, он сам всего добился. И он по-настоящему скромный и хороший человек, с которым приятно общаться. Кстати, вы с Димой говорили о том, чтобы вы записали какую-то общую песню. Хотелось бы? Хотелось бы, очень хотелось. И нам Дима сказал, что если я буду вам полезен, то тогда заходите в любой момент, звоните мне, пишите. Я вам всегда помогу, и это очень приятно. Кстати, а вообще, как часто вы видели с Димой на репетициях? Или общались ли вы вне репетиции? Или только когда были съемки и все? Вообще, мы чаще всего общались именно, когда были репетиции, съемки. И я очень благодарна, что именно пошла в жизни, что он меня отправил к Диме. Потому что все-таки Дима – это невероятный человек. Кстати, а именно песни для эфиров всегда Дима выбирала? Или все-таки ты тоже сама выбирала? Вообще, это всегда было наше общее решение. То есть, я предлагала, Дима предлагала, и потом мы это все как-то вместе решали, что именно будет, как песня «Победитель». То есть, ты именно часто пела на английском языке, очень хороший акцент. Хорошо знаешь английский, насколько я понял? Я вообще учу английский, но папа всегда следит за моим акцентом. Папа? Да, потому что, например, на «Стон Колд» он всегда мне говорил про ошибки, я всегда пела «Стон Колд». И он мне всегда говорил про это, и я ему очень благодарна, что благодаря ему я спела без акцента. Так, кстати, можешь рассказать про Диму, какой он за кулисами, когда, например, включаются камеры? Он такой же или нет? Он именно такой человек, который никогда не будет играть на камеру. Он всегда, ну, как бы, такой, какой он и есть на самом деле. И именно вот это вот, наверное, и привлекает людей к Диме. То, что он сейчас самый, наверное, популярный артист сейчас. И именно его скромность, искреннесть и его крутые, конечно же, песни, которые он сам пишет. Это не просто какие-то песни, которые... Одна мелодия на протяжении всей песни и одни слова на протяжении всей песни. А это песни, в которых есть смысл. И не каждый человек может его понять. А, кстати, вчера во время прямого эфира рассказывали, что ты слушаешь группу Кен Эльза. Откуда такая любовь к этой группе? Я ее начала слушать недавно только. Давно, да? Ну, до голоса, но как бы недавно. И именно самая любимая песня у них это «Оби ми» и «Не твоя вина». И когда я прошла финал, я очень хотела спеть именно эту песню, чтобы как-то помочь понять людям, что не надо желать всем зла. Да, нужно... И вправду... Дети погибают на войне, и это ужас, потому что они могли добиться очень много всего в своей жизни. В основном на эфирах говорят на украинском языке. Ты все понимала, что говорили, например, ведущие, участники тоже, которые на украинском? Вообще сначала я не понимала вообще ничего. Но недавно я начала ходить к репетитору, и я уже как бы понимаю... Украинского языка, да? Да, я понимаю. Именно такие основные. Кстати, а песню тяжело было учить, потому что ты ее спела практически без акцента. Все очень удивлялись, как девочка из Казахстана спела в группе. На самом деле, самое главное – прочувствовать песню. И прочувствовать вот этот язык, на котором ты поешь. Именно это мне говорила мой преподаватель по украинскому языку. И я очень благодарна за такие слова, потому что я и вправду благодаря ей полюбила этот язык. И мне захотелось петь на этом языке и учить его. Чувствуешь ли себя популярно? Часто стали узнавать тебя люди, особенно после слепых прослушиваний, когда собрала 7 миллионов просмотров в Ютьюбе. На самом деле, у меня в Инстаграме практически 100 тысяч подписчиков. И я вообще, я даже не мечтала о 10 тысяче подписчиков, потому что у меня было 3 тысячи на протяжении двух лет. И я очень благодарна, что люди поддерживают меня, и им нравится моё творчество, как, что я делаю. И, наверное, я считаю, что я достаточно популярная, но ни в коем случае не надо звезду себе делать, потому что потом тебя, ну, ой, всё, зазналась. Не будем вообще не обращать внимания. Нельзя зазнаваться, потому что это некрасиво выглядит со стороны, и, ну, притивно смотреть на такого человека. Ты вообще ожидала, что именно это видео сможет 7 миллионов просмотров собрать? За очень короткий срок. Это был, по-моему, рекорд среди участников «Голоса дети», сколько я знаю. Вообще, вообще не ожидала. Честно. Я просто не пою ради просмотров и ради подписчиков. Мне просто это нравится, и надо заниматься не ради, ну, этим делом, не ради просмотров, не ради популярности, а ради того, что если ты считаешь, что это твоё будущее, то тогда, если тебе это нравится и вправду, зачем это делать ради чего-то? То есть, помимо Кенальзы, ещё кого-то с украинских артистов слушаешь? Я очень много украинских артистов слушаю, но иногда это бывает, что мне песня нравится, но я даже не знаю, кто её бьёт. И потом я всё-таки узнаю и нахожу этого артиста, и узнаю больше о его творчестве. И вот так дополняется ещё один артист моим списком. Ну, ты, кстати, на слепых прослушиваниях также спела песню «Трымай». Ты специально её для конкурса выучила? Нет, я до этого учила эту песню, и у меня был там ужасный акцент, я уже этого поняла. До этого я даже не задумывалась, сейчас я даже это не слушаю, просто меня попросили спеть, я, ну, подумала, какая у меня и вправду была любимая песня на тот момент, и просто спела. А потом в комментариях мне написали, что был у меня ужасный акцент, и пошла, да, учиться. С этим можно рассказать поподробнее о своей семье? Кто у тебя мама, кто папа, чем они занимаются? Мама у меня, самая лучшая мама в мире, я очень редко ей это, к сожалению, говорю, но я её, правда, очень сильно люблю, и она самая лучшая. Она у нас и водитель, и мой продюсер, и самая лучшая мама, домохозяйка, она круто готовит, круто убирает, она ещё и знает толк в моде, и я всегда хожу, я, по моему мнению, так стильным. Папа у меня самый лучший тоже папа, потому что он меня поддерживает в том, что я делаю в любимых моих начинаниях, и мы с ним очень много проводим времени, ставим в последнее время. мы с ним часто по субботам ездим на самокате электронном, и, знаете, я такая еду и горжусь своим папой, он такой, наверное, едет на этом самокате. Ну, у меня очень крутой папа, и у него очень хорошая работа, которая помогает людям. А что за работа? Не буду говорить. У меня также есть две бабушки и два дедушки, они меня тоже очень сильно поддерживают, и благодаря... они у меня, наверное, самые современные бабушки и дедушки на земле, потому что они уже знают, что такое Инстаграм, ВКонтакте, умеют пользоваться хорошо Ватсапом. Ну, в общем, они у меня самые крутые. И, конечно же, мой любимый Тимочка, мой братик, и Амилишечка, моя сестренка. Я по ним очень сильно соскучилась, я ему уже приготовила подарки на мои денежки. И я думаю, что... И моего братика, кстати, недавно был день рождения, ему исполнилось 9 лет. Я тебя поздравляю, Тимочка. И мне очень жаль, что я не попала на его день рождения. Но, наверное, мы приедем и еще его отпразднуем еще один раз. Ты сейчас старшая сестра, да? Да. А по сколько лет брату и сестры? Братику исполнилось 9, а Миша будет в феврале 6. Ой, 7. Кстати, они тоже поют или нет? Они... Тима вообще пел раньше. Мы с ним очень любили петь... М-бэнд. Обожали петь. Мы всегда пели вместе. У нас было полноценное трио, мы всегда устраивали концерты и пели, и танцевали, и развлекали всех. Но я думаю, что они не будут этим заниматься, я не желаю им этого. Я хочу все-таки, чтобы Тима был хорошим... Наверное, мужем все-таки, чтобы он зарабатывал, чтобы он содержал всех, всю семью, чтобы он был хорошим человеком и настоящим мужчиной. А Мишечке я желаю, чтобы она была добрая, честной, искренней и, конечно же, красивой. А мама с папой поют или нет? Нет. А в кого-то с таким голосом удалась? Мама моя, когда была... Когда я у нее была в животе, она... Ну, как бы, она была в Астане. Я родилась в Астане. И она всегда... Ей нечего было делать. Ей приносили кассеты фабрики звезд. И она смотрела и слушала. И потом находила песни, которые ей нравятся. И она еще Виагру скушала. Всегда. И она находила песни любимые и пела караоке. Поэтому... Надеюсь... Я думаю, что она очень хорошо пела. Когда ты поняла, что пение твое призвание, кто первым оценил тебя и твою музыку? Кто раскрыл твой талант? Ты был первым. Наверное, это все-таки... Я даже не знаю. Я пошла в школу. Не музыкальную, а развивающую. Там было актерское мастерство, танцы и вокал. И я туда всегда ходила, каждое воскресенье. И потом меня отправили на голос, на конкурс наш казахстанский. Айлхан Астана. И там я каким-то образом победила. Хотя я тогда даже еще не занималась вокалом. Вообще не занималась вокалом. И потом, если ты побеждаешь, ты как бы еще едешь на конкурс. И именно с вот этих вот конкурсов у меня началось два конкурса. У меня началась вот эта вот как-то вокальная жизнь. Как-то певческая жизнь. До этого голос дети ты часто принимала участие в конкурсе? Сколько их было вообще? Ты про пару раз рассказала? У меня голос дети это единственный мой такой масштабный конкурс. И ну вообще мы на него пошли просто... Ну потому что нас педагог уже упрашивал. Ну давайте, пойдите туда, попробуйте. Ну мы даже не думали, что мы на слепые прослушивания пойдем. Ну как бы кастинг пройдем. Ну вот приходим, издаем, поем. И нам говорят, вот ждите. И потом звонят и говорят, что я прохожу. Боже, я так была рада. Это просто было нереально. И я уже поскорее хотела туда пойти, посмотреть, как же там за кулисой, какой там бэкстейдж. В общем, круто. Какой этап был для тебя самым сложным? Я даже не знаю. Прямой эфир или все-таки нокауты когда были? Каждый этап это был все сложнее и сложнее. Честно не знаю, какой у меня был самый сложный. Я всегда волновалась и всегда как бы добивалась идеала. Но, наверное, самое сложное это было все-таки прямой эфиры, потому что это прямой эфиры. И... Следующая, что бы ты сказала всем украинцам, которые тебя поддержали? За тебя проголосовали? А сейчас я кое-что подготовила. Ну да. Дякую всем. Дякую моим батькам, моим вчительцам, Дмитру Монатику, то всем организаторам, глядачам за поддержку. Вчера я легала спать и... Как будет тогда? Как будет попросила? Попросила? Попросила святого Миколая победу. Перемог. Перемог. И это значит, что мечты сбываются. Верьте в мечты, тогда у вас все получится. То, что с тобой уже можно разговаривать и украинскую муну. Так я сразумею? Так. За это время, когда ты была в Украине, где ты успела побывать? В Киеве, возможно, какие-то появились любимые места? Вообще, я улицы Киева знаю уже больше, чем улицы Алматы. Да? Да, я уже подсказываю таксистам, куда ехать в павильон, потому что я уже найдусь на эту дорогу, могу даже сама доехать. Вот. И, наверное, любимые места это Крещати, когда перекрывают эту дорогу летом, а там же на выходах перекрывают, и там типа ты идешь, дорога вся пустая, без машин. Я один раз даже там сфоткалась с каким-то Чупакаброй, но потом ухожу, короче, а он даже не подупредил, что за это надо платить, представляете. А потом такой, оплатите мне, пожалуйста. Я такой, ну, вот. Ну, все-таки это круто вообще, когда ты идешь, машин нету, и ты идешь по огромной дороге, здоровый. Ну, это мое самое любимое место. Кстати, вообще много было особо. А, стойте, мое самое любимое место это павильон. Потому что я всегда, когда приезжаю туда на такси, я всегда иду первая, вообще бегу туда уже. Меня уже охрана вся знает, они уже даже меня не спрашивают, просто говорят привет. Я прибегаю туда, захожу на второй этаж. О, боже, в гримерке, я так вас обожаю. Это вообще было очень круто. Я помню, как мы всегда сидели в гримерке, как было жарко. И мы там советовали по поводу инстаграма, по поводу фоток, как и прорабатывать фотки. Ну, в общем, было очень круто. И это было, наверное, самое лучшее время в моей жизни. Вообще было много свободного времени, когда ты была в Киеве? Или было очень мало? В Киеве было, именно когда вы были эти этапы, было достаточно много времени. Но, так как мы занимались, каждый день занимались по 5 часов, ну, мне это было достаточно, потому что тогда бы я уже, как это называется, сдулась или как, переиграла? Как это называется? Переиграла. Перегорела. На самом деле было достаточно много времени, и мы ходили, гуляли. И за это время, наверное, Украина стала моей, правда, второй родиной. И я полюбила Украину всем сердцем. Ну, да. Кстати, в Ютьюбе очень много пишут с Казахстана, передают привет. Да. Мне очень приятно, что Казахстан мне пишется в комментариях. Уже 4 утра, мы до сих пор ждем результатов. И мне очень приятно, что Казахстанцы, несмотря на время, позднее смотрят. А сколько ты спала? Если в 4 утра уже считалось совсем. Сегодня я спала 2 часа. Но потом я еще приехала на интервью и спала на диванчике. Это было прекрасное время. Кстати, а я вообще много ли пропустила в школе? И еще много ли придется до времени? В школе я достаточно пропустила, да. Но я как бы повторяю, я занимаюсь, я спрашиваю домашние задания, делаю. Но я думаю, что приеду, и мне будет достаточно сложно сдавать контрольные. Потому что когда они сдавали все вместе, там можно было откратить, они рассказывали. Можно было там сообщать, взять книгу, посмотреть. Ну а здесь, блин, ты сидишь на первой партии и сам сделаешь все. Это ужасно. Чем интересуешься помимо музыки? Есть какое-то хобби? Вообще, я хочу еще стать визажистом. Потому что красить это еще искусство, которое умеет делать не каждый человек. Например, я сейчас еще ужасно крашусь. Я только брови научилась красить. А так, мне надо еще учиться, учиться. Вообще, моя мама была визажистом. И, наверное, я буду учиться у нее всяким там. Как-то каждому лицу надо подобрать тонами крем. Ну, в общем, буду у нее учиться. Ты только еще вопрос приходил. Ты говорила, чтобы шла на голос дети, чтобы найти настоящих друзей, которые не будут завидовать твоим успехам и будут воспринимать на равное. В школе сложно найти взаимопонимание? На самом деле, на самом деле, мой класс, я обожаю свой класс вообще. Потому что, наверное, у меня это уже второй мой класс, который первый это был. Я до пятого класса там училась. И второй год, только первый год. И, наверное, мне больше нравится вот именно вот этот класс, потому что он, вправду, меня очень сильно поддерживает. Но, конечно, в первом классе, ну, как в первом классе, до пятого класса, в начальную школу, у меня учила Марина Александровна. Я ее просто обожаю. Она самый лучший учитель на земле. Потому что она нам очень много дала. И мы, наверное, были там самый лучший и умный класс по всей парамели. И благодаря ей я отличница и самый лучший класс. Извините меня. Кстати, тут тоже вопрос с Казахстана пришел. Когда ты прилетаешь, давайте встретим нашу Даню с Победой. Уже группа поддержки собирается, чтобы тебя встретить. Мне будет очень приятно, если меня вот так вот встретят. Но я очень переживаю, что когда я выйду, будет уже пять утра, когда я приеду. И я такая вот, Марина. Привет США передают уже. США? Да. Боже, я так хочу в Америку. Там, наверное, так интересно. Там много чего, там всяких прикольных штучек. Что-то было спрашиваю. Что тебе больше всего нравилось на голосе? Что запомнится именно? Какие моменты? На самом деле, каждый момент, каждая секунда была для меня ценной. Потому что, правда, эти люди стали для меня самыми дорогими. И это как моя вторая огромная семья. Может быть, даже... Ну, это, наверное, именно та компания, которая мне была очень интересна. Я запомню этих людей надолго. И, в общем, они всегда будут в моем сердце. И я даже не могу выделить определенный момент, в который я их, правда, буду помнить. Потому что я буду помнить все моменты. И я буду ценить то, что со мной произошло за это время. Ты также спрашиваешь, что будешь делать после голоса? У тебя есть важная победа. Какие сейчас цели, планы, мечта есть какая-то? Возможно, уже новая мечта появилась. Одна сбылась уже. Да. Я загадала, кстати, на прошлый Новый год, чтобы пройти на голос Диты. И вот моя мечта умножилась в 10 раз, и я победила. Боже, это... Я до сих пор не осознаю это. Сейчас планы, конечно, закончить четверть на отлично. Весь год на отлично, чтобы уже идти на каникулы с спокойным сердцем. И учиться продолжать заниматься вокалом, потому что я, наверное, эту тему больше не отпущу. Снова пришел вопрос. Чего ждешь завтра от Святого Миколаевича? Много раз приходил. Я просто сказала, да. Это победа в голос Диты. Так. Привет-привет передают. Что тогда? Спасибо большое за ответы и пожелания для наших читателей. И ряд поклонников, которые очень много появилось после участия, после победы в голосе. Спасибо вам большое, что вы меня поддерживали. Будьте смелыми и всегда следуйте своим вместе. Я очень вас люблю. Спасибо.